Добрый день, друзья! Давайте сегодня поговорим о намерении, как о внутренней силе человека. Очень многие эзотерические практики построены на том, что человек качает вот эту силу намерения, она должна проявить мыслеобраз, и этот мыслеобраз быстренько материализует ваши желания здесь и сейчас. Очень много тренингов на этом построено, в частности эзотерических, и поэтому то, что я вам сейчас буду говорить, эзотерики могут разбить в пух и прах, потому что это уже приносит доходы. Поэтому, дорогие эзотерики, можете сразу выключать этот ролик, потому что то, что я вам сейчас буду говорить, не укладывается в то, что вы прочитали у Кастанеды. Во всяком случае, то, что он писал, действительно очень много грамотных вещей в данном контексте, прочитано неверно. Когда мы говорим о силе намерения, давайте вот просто, чтобы я не была голословной, вы проживите это через свой опыт, и вы сможете почувствовать то, о чем я говорю, да? Итак, сила намерения. Вот сконцентрируйтесь и проживите вот это состояние намерения. Что происходит при этом у вас в теле? Вы представляете, что какой-то силовой ресурс поднимается, но при этом тело реагирует с сужением, тело реагирует с зажатием. Ваше намерение откликается тем, что у вас активно включается эго, активно включается ум, но, господа, ни эго, ни ум не властны над действительно силовым ресурсом человека. И получается, что вы сами себе придумываете те результаты, которые вы хотите, и потом подгоняете, вот типа оно проявилось, и эта практика так сработала. Если смотреть глубоко, то внутренняя сила человека никоим образом не связана с эго и умом. Наоборот, когда эго и ум подконтрольны, они сильны, они компенсированные, они достаточны, они дают возможность самоустраниться и проявиться вот этой внутренней силе человека. И вот эта внутренняя сила человека, божественная сила, она никак не связана с намерением. Это не намерение. Во время, когда человек силен действительно изнутри, поток идет автоматически сильный, и тело расслабляется. То есть даже по реакции в теле, вы видите, сила намерения тела. Вот я готов в бой, оно сжалось, оно готово к движению, но при этом это не силовой ресурс, это ресурсный режим на собственных параметрах, которые есть на собственном. А когда мы говорим о внутренней силе, это когда человек расслаблен, свободен, и вся вселенная прокачивается через него. И вот это уже действительно о внутренней силе. Представляете, разные вещи. Для того, чтобы было понятнее еще более, вот мы тело рассмотрели, мы рассмотрим еще один пример. Смотрите. И заодно коснемся вопроса, чем колдуны отличаются от магов. Колдуны работают на намерении. Это правда. Вот на этом ресурсе, на внутреннем, на сконцентрированном. А маги работают расслабленно. Так есть. И оно так есть. В чем разница? Вспомним последний курс «Наш род». И там были даны две разные техники по взаимодействию с родом. Первая техника была дана, когда вы подключаетесь к роду и берете у рода дар. Так, присосались и отсосали. Да? Одна техническая база. Что вы при этом чувствуете, когда вы взяли, зашли, да, вы взяли, вы имеете право. Но при этом внутри такая какаха поднимается, да? Ну, вроде вы имеете право. А частоты-то низкие, господа. А силы-то внутри нету. Но есть намерение, вы же все сжались, да? Давайте возьмем другой пример. Когда вы действительно поднимаете род по частотам, и глава рода благодарен и готов вам дать весь мир. Все, что вы хотите. И идет обратная волна силового потока, который входит в вас, и вы можете все. И при этом тело абсолютно расслаблено. И это вибрация любви, благодарности, когда слезы текут, и род полностью поддерживает вас. Вот это магия. Но это внутренняя сила, когда вы действительно управляете, и когда вы действительно управляете собой, и когда вы действительно искренне, сонастроены, и вы дарите любовь и очень высокую частоту своему роду. Да? Какая поддержка. Вот в этом разница. Я привела два ощутимых примера, когда вы можете почувствовать телом, и когда вы можете почувствовать душой. В чем разница между силой намерения и внутренней силой? Так вот, качать внутреннюю силу невозможно. Это значит идти по частотам вверх. Это значит заниматься саморазвитием. Это значит практика зеркала. Это значит гармония с собой, со своим миром, потому что этот мир – зеркальное отражение вас. И так далее. А качать силу намерения, даже через самые кастанедовские психотехники, не имеет смысла, потому что вы качаете ум и эго. А ум и эго очень ограничены в ресурсе. До свидания. До свидания.